книга открытым оком тема священство том 10 вопрос 2314 объясните что такое освещающая благодать которая свыше дается священнику при его рукоположении как это проявляется на самом священнике дает ли она что-то священнику отвечает игнатий тихонович лапкин миропомазание давала дары деяния 818 симон же увидев что через возложение рук апостольских подается дух святой принес им и деньги 1 тимофею 44 14 не не ради а пребывающим в тебе дарование которое дано тебе по пророчеству с вас сложением рук священства 1 тимофею 522 рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах храни себя чистым священник может совершать все таинства кроме рукоположения что является прерогативой епископов то что через рукоположение через посвящение человек будет более мудрым или духовнее такого не гарантируется деяние 2030 и из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собою хотя все конечно может быть и такие случаи когда человек не мог и пару слов сказать а его рукоположили и вдруг в нем открылся такой талант арактора проповедника жития рассказывает о таких дивных переменах в людях но это такая редкость как талант композитора и исполнителя в романе сладкопевцы в одну ночь стал знаменит на весь мир благодаря вмешательству в него скорбь преблагословенной матери христа марии девы благочестие полезная во всем у виноградной кисти и снопов пшеницы на значных партиях господь меня пасет он пастырь вдов сирот а иногда и нищих иконы по стенам служебных книгах ушедшие доброты затертый след и святость погружит погрузившись ставшие растригой не видели что их народ ослеп гиганты духа как они сумели о благочестии заботились так щедро по месяцам не пили и не ели и как бы для здоровья без ущерба непостижимое упорство и упрямство ограничащие сузу с изуверством диким в недвижимой в воде пруду зарастает ряской туда от погибающих не доходили крики полезная на все а значит что и всем не для себя же благочестить пустынь на не распаханная не пойдет посев нет проповеди письменной и устной под благочестия иконная игра с годами одиноческих видений неведомые гении там превращались в прах все было брошено на пение и моление нам пишут говорят что дух святой в них обитал лечил их и кормил так почему в их подвигах нет даже запятой что за отшельничество бог что за отшельничество бог их укорил уж не сокрыли ли умышленно того как совесть их в безмолвие как совести безмолвие сгорала их проповедь скелетик без сапог подобно узнице без голоса и права что благочестия закутанная в плащ считающая самой за спасение она для проповеди изверг и палач для окружающих они прошли как тени 26 июля 2004 года игнатий лапкин